Сергей Николаевич, полгода вы работаете министром, но как у нас принято, это уже больше года нагрузка на министров, государственных служащих огромнейшая, поэтому я так и говорю, что вы уже служите не полгода, а значительно больше. Мы с вами договаривались, что вы свежим взглядом посмотрите на Минюст и как человек, может быть не столь связанный с нормотворчеством и особенно контролем организаций нормотворческого процесса, подумайте над тем, как усовершенствовать работу Министерства юстиции. И хотелось бы услышать, прежде всего от министра, какова ситуация, какова исполнительская дисциплина в вашем ведомстве и как работают кадры. Кадровая работа вопрос номер один, всегда была, есть и будет. Ваша точка зрения в связи с этим. Что касается нормотворчества, мы приняли новую конституцию, поправки в действующую конституцию, создали новый каркас нашего государства в сфере законов и законотворчества. Естественно, мы должны были давно посчитать, сколько нам надо изменений, дополнений, сколько законов принять в развитии той конституции, которая сегодня действует и принята на референдуме. И эту работу надо немедленно разворачивать. Вам обоим придется этим заниматься прежде всего. Мы все будем к этому процессу причастны, потому что нормотворчество не может зависеть только от двух человек там или же двух ведомств. Это исключено. Вся страна должна заниматься этими процессами. Как видит новый министр, министерство юстиции в этом процессе и когда мы начнем эту работу. Два года пролетит очень быстро, там два года, по-моему. Поэтому надо основные законы принимать сейчас. Адвокатура. Я так понимаю, что Минюст у нас в том числе контролирует работу адвокатуры. Ну, будем прямо говорить, я надеюсь, что и управлять будет процессами, связанными в адвокатуре. А нотариат этот чей? Тоже. И нотариат. И это непростые структуры, которые создавались заинтересованными лицами в свое время. Почему я так активно вмешивался и вмешиваюсь и контролирую работу адвокатуры и нотариата. Там некоторые хотели чего-то поиметь прежде всего для себя. И это на вашей памяти. Вы помните, как мне пришлось разрушать эту, как я тогда грубо называл, банду, которая там была создана. Не думаю, что мы там решили все вопросы. Адвокатура должна быть под контролем, но должна действовать по закону и должна быть настоящей адвокатурой. Адвокат должен выполнять свои функции, не боясь ничего. Но в то же время мы должны понимать, что это государственный человек. И его действия должны быть основаны на нормах закона, а не на каких-то придуманных нормах. Свободы слова и прочие свободы. Мы уже наелись этой свободы. Слава Богу, увидели, какую свободу нам сюда несут. Дальше общественное объединение, партии и так далее. Предстоит очень большая работа в партийном строительстве. В порядок нужно привести общественное объединение. Обязательно надо четко людям дать сигналы обществу, что такое гражданское общество. Из чего оно у нас состоит. И это отразить в законах. Законодательство четко должно это определять. Ну и практическая сторона дела, ее так можно назвать, это принудительное исполнение. Это вам служба очень даже хорошо знакома, но очень важное направление. Эти органы были выделены в единую службу, как они функционируют сегодня, чего не хватает. Ну и вопрос в связи с этим, который отмечался на последнем совещании. Исполнение решения судов. Задолженность в бюджет должна быть железобетонно исполнена. И вы как генерал лучше, чем кто-нибудь должны понимать, что это должно быть решено. Это наказание, принятое судом. Его никто не оспаривал. Даже свядомые, беглые и прочие, не говоря уже о нормальных людях, которые живут в нашей стране, никто никогда не оспаривал. Но так надо исполнять решение судов. Поэтому до конца года все это надо зачистить, вычистить и потребовать исполнения. Не исполняют, вы знаете, что надо делать. Об этом я уже говорил на предыдущем совещании. Ну и ряд тех вопросов и замечаний, которые вы хотели сегодня обозначить в своем докладе. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Уважаемый товарищ президент, в рамках реализации ваших поручений по проведению мероприятий организационного характера в системе Министерства юстиции данных предназначения в основу деятельности мной был положен принцип. Дисциплина – это фундамент управленческой деятельности, и опираться она должна на кадровый потенциал. На начальном этапе при изучении положения дел понял, что необходима корректировка ряда управленческих действий. В частности, корректировка порядка планирования, в том числе не только краткосрочного, но и стратегического. Совершенствование системы контроля за выполнением поручений. Приведение в порядок учета порядка хранения документов. И, конечно же, совершенствование кадровой политики по отношению не только к подразделениям, но непосредственно к каждому должностному лицу.